Вы посланник цели устойчивого развития от России. Расскажите о том, чем вы занимаетесь и как удается вам пропагандировать 17 целей. 17 целей — это направление деятельности, реализация которых к 2030 году позволит нам выйти совершенно на новое качество жизни на планете. И, как оказалось, не все в нашей стране задумываются о глобальном, знают о 17 целях. Поэтому наша основная деятельность просветительская — это встречи с молодежью, знакомство их с 17 целями устойчивого развития ООН, обсуждение и стратегическое планирование как-то проектов, мероприятий, событий, которые уже сейчас, сегодня молодежи позволят включаться и в мировую международную повестку, и в решение текущих проблем в нашей стране, которые имеют глобальный международный характер. Какую именно вы цель представляете и за что вы, как посланник ЦУР, больше всего агитируете молодежь? Я являюсь посланником по пятой цели — это гендерное равенство. Целью заключается в равных правах и доступе между мужским и женским полом к образованию, медицине, равные условия трудоустройства, труда и во всех аспектах. Как я поняла уже на практике, очень сложно иногда с этой целью работать и в международном смысле, и здесь у нас в стране, безусловно, тоже. Потому что есть исторические некоторые корни религиозные, которые во многих странах, безусловно, ущемляют некоторым образом права женщин, как бы компенсируя чем-то другим. В нашей стране многонациональной также есть разные подходы, разные мнения относительно прав женщин и их возможности в самореализации. Поэтому здесь очень много предстоит еще сделать. А самое главное, что я считаю и что я транслирую, о том, что каждая девушка, каждая женщина, мы, безусловно, сейчас говорим более о как раз притеснении женщин, имеет право на самореализацию и самовыражение любым желаемым для нее способом. И даже если это противоречит некоторым культурным и традиционным, мы стоим регионам, например, где проживает девушка, но при этом она хочет быть учителем, политиком, космонавтом, видеть в этом свое призвание и предназначение, мы должны помогать таким девушкам и поддерживать их стремление в получении образования, в трудоустройстве. И вот это самая главная моя мысль, то, что я транслирую. На ваш взгляд, с какими именно, в основном, женщины в России, в девушке, сталкиваются дискриминации по гендерному соотношению? Больше всего дискриминация в трудовом, не то, что праве, а в трудовой организации, в деятельности своей. Нередко существует притеснение девушек и женщин, предпочтение кандидатов мужчин, а не девушек, женщин. Это обусловлено иногда и с будущей возможностью ухода в декрет, или просто с осознанием того, что руководящий должен сможет занимать только мужчина. Есть у нас такой стереотип, к сожалению. У меня есть практические примеры, с которыми я работаю, когда действительно заслуживающие того девушки, молодые, несколько лет проработавшие в организации своей, могли запросто услышать, нет, мы не можем тебе дать повышение, потому что эта должность будет для молодого человека, для мужчины и так далее. То есть очень часто с этим сталкиваются девушки и женщины на стране, к сожалению. И вот это трудовое неравенство, неравенство в уровне заработной платы на одну и ту же должности для разного пола, это повод для деятельности для нашей.